Первым делом он заехал на личное подсобное хозяйство Богатырёвых. Они занимаются производством молока. За три года увеличили поголовье скота, сейчас у семьи более 20 коров. Продавать молоко есть где-то, говорились с магазинами районного центра и Краснодара. Но вот на что создать крупную ферму, в семье пока не знают. Деньги ищут и предприниматели из хутора Братски, чтобы расширить цех по переработке молока. На небольшое предприятие Александра Людвига везут молоко со всего из Славинского района. Он делает сметану, творог, сливки и масло. В планах также открыть цех по изготовлению вареников. Одна сложность – взять кредит в банках под новый бизнес – очень сложно. По словам министра сельского хозяйства края Андрея Коробки, в регионе есть программы, которые помогают облегчить кредитное бремя. В финансовке это есть или это проблематично? Нет, проблематично. Если вы берете кредит 18%, минус 10,3% получается у вас 7%. Вы подаете заявление, я вместе с вами посмотрю, как реально вы получите субсидирование этой стадии. Глава Кубани поручил министру сельского хозяйства разъяснить фермерам, как работают программы поддержки. Зачастую аграрии ими не пользуются лишь потому, что просто не знают об их существовании. Продолжение следует...